Мы продолжаем наш рассказ. Сегодня нас меньше, и поэтому, мне кажется, можно как-то быть активнее. Когда меньше людей, проще задавать вопросы. Поэтому не стесняйтесь, товарищи. Можно задавать вопросы в чат, поднимать руки и спрашивать. Чем больше вопросов, тем лучше. Пока что давайте начнем с того, что закончим то, что было не закончено в прошлый раз. А именно, мы остановились примерно здесь. И в чем была идея? Всю прошлую лекцию мы обсуждали ситуацию, где ошибки, которые бывают просто, как вы убрали среднее, либо условное среднее, либо безусловное среднее, они выглядят вот так. То есть здесь какая-то одна компонента, которая полностью управляет тем, что происходит в этих ошибках. И дальше какой-то шум вокруг этой компонента. Но, как мы помним, у нас был график, который показывал, что на данных реальных данных это хорошая модель, но может быть не самая хорошая, то есть можно лучше. И ничего не мешает нам рассмотреть более сложную модель. Например, вот такую, скажем. Такие модели, в смысле, такие спецификации можно спокойно встретить там, не знаю, топ-5 журналов, где люди говорят, окей, у нас есть не только, не только unit fixed effect, но и такая вот unit fixed effect умножен на переменную от времени. То есть какой-то функции от времени, в данном случае на линейный тренд. И, окей, да, такая вот ошибка. То есть мы предполагаем, что вот эти, как бы, где вы, помните, как мы про это думали, да, то есть мы где-то начали в распределении, вот, распределение этого outcome variable в каком-то позиции. Дальше, вот в этой модели все примерно остается на том же самом месте. Вот этой модели будет такой divergence. Кто-то будет расти, кто-то будет падать, потому что в среднем у этой вещи сам средний будет ноль. Поэтому кто-то будет расти, кто-то будет падать. И так, может быть, нам кажется, что это более, что эта модель получше, чем предыдущая. Ну, как бы, если у нас такая модель, то в фонуфинале ничего не меняется. Мы можем построить такую, точно такую же оценку, как и до этого. Именно сказать, что нам нужны веса, которые устраняются в ноль для каждого наблюдения, для каждого периода времени. Вот здесь. Затем они должны также устранять в ноль вот эту функцию от времени. То есть они должны сделать так, чтобы, если я усреднился с этими весами по времени, должно получиться ноль. Если у меня есть такие веса, то все хорошо. Их можно найти. Вот если убрать оттуда ограничения, их можно найти с помощью OOAS. Если мы хотим, чтобы мы при этом получали веса, которые всегда неотрицательны для наблюдений, которые в антитмент-группе, то мы можем ввести оттуда ограничения. И все у нас будет хорошо. Соответственно, ничего фундаментально не меняется, вот в чем мысль. И подумав об этом, становится понятно, что ничего фундаментально не меняется, если я вместо в t туда напишу какую-то общую функцию, которая будет psi от t. То есть это может быть, не знаю, может, нелинейный тренд, может, квадратичный тренд, может, какой-то еще. Понятно, что основная проблема будет то, что чем больше я тогда начну писать функции, тем меньше будет таких весов. То есть чем больше функций, тем больше ограничений здесь должно быть выполнено. Ну, как бы ограничений может быть выполнено конечное число, потому что у меня конечное число периода, и поэтому много не напишешь. Но какие-то можно написать. И фундаментально ничего не меняется. То есть такая же строится оценка, просто будет надо дополнительные эти ограничения вести. И с точки зрения того, как строить доверительные интервалы, тоже ничего не меняется. Ну, и делаем unit level bootstrap, и все происходит ровно так же, как до этого. То есть разница между как бы фундаментальной разницей между такими моделями и такими моделями и общими особо нет. Они одинаковы с точки зрения того, как мы с ними работаем. Когда нам нужно ее выбирать, какую из этих двух моделей, скажем, выбирать, об этом я буду говорить в самой последней лекции, когда буду обсуждать как бы, ну, в третьей лекции. Когда я буду обсуждать, собственно, много к тому моменту оценок, как из них выбирать. Потому что вы можете так же думать, что это не другая модель, которую мы цели, а просто мы построим другую оценку. То есть наша предыдущая оценка, она была, вот, не выполнены были вот эти четыре, ограничения, два, три, четыре, да. А вот в этой оценке у нее будет выполнено еще одно примечение. Так что просто будет другая оценка. И вопрос, как из них лучше выбирать. Это мы будем обсуждать потом. Так вот, основная фишка вот этого всего, что все так работает и никак иначе, если, если эта функция, она известная, да, то есть у меня здесь было написано «т», был написан не какой-то непонятный параметр, а именно «т», да, то есть это линейный тренд. Я могу написать «т квадрат», но я должен написать что-то, что я знаю. Если я напишу туда что-то, что я не знаю, то это все не работает, потому что я не могу написать вот это уравнение больше, потому что я не знаю, что сюда вставить. И в этом основная загвоздка, потому что на практике почему мы думаем, что должно быть, да, вообще говоря, линейный тренд это очень такая мощная вещь. За 20 периодов можно вырасти уже очень серьезно. И в принципе, как бы, мы можем считать, что в данных таких сильных прямо трендов, которые двигают на наблюдение очень далеко, нет. Почему нет? Потому что мы убрали уже агрегированные тренды. То есть может быть все, что такое достаточно мощное, оно в агрегированных трендах. А здесь какие-то функции от времени, но они какие-то такие, не знаю, например, ограниченные. То есть какое-то отлибание, может быть, вокруг трендов. Но какая конкретная функция, мы не знаем. И, в общем, подбирать ее достаточно сложно, непонятно как. И поэтому сегодня мы будем говорить в ситуациях ровно таких. Что нам делать в ситуации, когда вот эта вот вещь, она неизвестна. Так что давайте переходим к сегодняшней лекции. Так, ну это мы уже обсудили. Вот, если эта функция неизвестна, да, эта самая функция, да, то я просто неизвестна, я назову, как бы, перестану описать как функцию, я просто буду писать, что это Psept, какая-то, какие-то числа, можно про них так думать. В данном случае это, ну, вектор, потому что это, в общем-то, тоже может быть вектор. у меня может быть много функций я сюда написал. И, если я написал сюда, если это R-мерный вектор, то есть размерности R, то мы будем говорить, что и эта функция и эти числа неизвестны, мы будем говорить, что у нас есть факторная модель, и эта факторная модель, у нее ранг R. И историческая такая справка, в общем, насколько я знаю, начали обсуждать эти факторные модели в литературе по финансам, вот была такая известная статья Росса, вот затем несколько более технических статей от Гарри Чемберлена, потом, конечно, гигантское количество статей, поэтому вопросов очень много, но вот это было такое начало, и оно также мигрировало в эконометрику, то есть есть статьи Хольца Икина 1988 года, дальше Чемберлена 1992 года, дальше серия статей от Джо Дбай, Муна и Уайднера, это люди, которые сейчас над этим прямо работают, в общем, и много других людей, то есть это гигантская на самом деле тема, анализировали с 1988 года, 30 лет с лишним, но почти все, что там было сделано, люди довольно мало использовали в такой вот прикладной литературе, люди, которые читали Most of Harmless эконометрикс, они как бы не читали статьи, наверное, и не пользовались этими методами, но в последнее время они стали популярны среди людей, которые делают такие вот более прикладные исследования, менее структурные, что ли, и часто это называется Interactive Fixed Effects, вот, мы про это у нас сегодня будем чуть позже, ну, почему Interactive Fixed Effects, потому что, видите, здесь какой-то есть Interaction, да, то есть у нас есть какая-то, то есть вот эти, они типа аддитивные, а вот эти, они Interactive, почему мы думаем, что это хорошая идея использовать такие модели, ну, потому что, если вы вспомните, как мы вообще к одному всему приходим, у нас была вот такая логика, что мы стартуем с того, что у нас есть ошибка, мы ее должны разложить на части, да, в среднем должно быть ноль у вот этого шума, а у того, что условно на только величину, но если мы так продумаем, что-то есть какая-то действительно перманентная характеристика у наблюдения каждого, то условно-среднее, оно, в общем, не обязательно должно быть говорить так, да, то есть это альфаито плюс шум, да, это может быть альфаито, это какая-то функция, ну, это я так написал, то есть понятно, что можно было все это объединить только в одну функцию, я так это написал, чтобы выделить отдельно вот эту компоненту, то есть это может быть вот это альфаито плюс какая-то функция от альфаито и плюс шум, да, где эта функция, она совершенно не обязана быть линейной, здесь она вообще равна нулю, да, до этого у нас была на альфа и t умножить на t, она, в принципе, может быть достаточно сложной. Ничего мы про нее знаем, в общем, ничего не знаем. Но как мы можем про нее думать? Мы можем про нее думать следующим образом. Мы можем собрать значение этой функции в такую матрицу n на t, матрицу L. В прошлый раз у нас была матрица L немножко другие вещи обозначала, я извиняюсь за то, что у нас сегодня был немножко значения, но это я просто для первой лекции не додумал, но мне сегодня будет так удобнее, чтобы L была. И, значит, это матрица L, мы можем собрать туда значение этой штуковины. Получается такая матрица n на t, куда мы записываем значение этой функции. То есть для каждого наблюдения это прям число. И что мы знаем про любую матрицу? Я, что я вчера или когда-то было, я не знаю, у вас наверное сегодня, послал вспомнить. То есть любую матрицу можно всегда разложить в то, что называется single value decomposition. то есть можно взять ее и разложить в такую сумму, где сумма, как бы она от единицы до ранга этой матрицы. Ранг, ну если, например, полный, полный ранг, то это минимум из n и t. Вот таких штук, да, то есть каждое значение можно представить как какое-то число умноженное на что-то, что меняется по i и что-то, что меняется по t и таких вот как бы сумм, и такая сумма из ранга l элементов. Но как бы понятно, после, не знаю, пристального взглядывания, понятно, что на самом деле вот то, что здесь написано, это то же самое, что написано вот здесь, да. Только здесь сумма идет, ну, как бы не до ранга какого-то матрица, а просто до r, да, который мы зафиксировали. И понятно, что фактор модели, она, как бы, по ней можно думать как про то, что мы просто берем часть вот этой суммы, то есть мы говорим, окей, давайте возьмем первые r элементов этой суммы и их запишем в нашу вот ошибку. И, опять-таки, используя свойства single value decomposition, мы знаем, что эти первые r элементов, они, это самая лучшая аппроксимация этой матрицы в среднеквадратичном смысле, если мы хотим использовать любую матрицу ранга r. Это свойство svd, что если я буду так делать, то я получу хорошую аппроксимацию. Ну, вот, собственно, в этом как бы весь смысл, да. То есть весь смысл в том, чтобы как-то аппроксимировать вот эту вот неизвестную нам функцию. Вот так вот. И поэтому сегодня мы будем как раз думать про это так, что есть вот такая штука, на которой мы хотим аппроксимировать. Окей, давайте, как бы, посмотрим это все чуть более наглядно. Помните, в прошлый раз у нас был пример с Card Population Survey Data, да, где у нас были данные за 40 лет, за 50 штатов, и мы для них, на них смотрели. И как мы на них смотрели? Ну, мы сказали, окей, давайте мы возьмем наши, вот давайте их обозовем, эти данные. Это были данные про зарплату за 40 лет для каждого из штатов. Давайте их обозовем YIT, эти данные, и уберем из них unit and time fixed effects. То есть давайте возьмем, соберем их в некоторую матрицу. Сегодня я буду называть матрицу F, потому что сейчас надо было L, но сегодня у нас А вот другая вещь. Это F, как бы от fixed effects. И мы их собрали и убрали из нашей матрицы, да, из наших outcomes, из наших данных. И получили ошибки. А теперь давайте возьмем эти ошибки и посмотрим на их разложение вот в этом смысле, да, на их single-valid разложение. Ну, зачем нам это делать? Ну, потому что, смотрите, как бы идея в чем? Что вот когда мы делали вот это, да, мы как бы убирали агрегированные тренды, убирали вот эту штуковину. Значит, если там что-то осталось в ошибках, то это что-то должно как бы относиться к вот этой функции. И как мы можем на нее посмотреть? Ну, мы можем взять и сделать single-valid разложение и посмотреть, что получится. Но проблема в чем? Проблема в том, что, может быть, там ничего не осталось. Может, на самом деле вот это правильная модель, да, то есть там только YIT сидит, больше ничего нет. Но YIT, как бы, если мы соберем все, как бы, значения, N на T-матрицу, у нее тоже будет какое-то сингулярное разложение. Она будет, на самом деле, у нее будет полный рамп, и она как-то будет, у нее как-то будут выглядеть вот эти вот штуки. И как нам понять, что то, что мы видим, когда мы делаем это SVD, что это на самом деле какой-то сигнал, а не какой-то шум? Да, как нам это понять? Ну, понять это сложно, но мы сделаем такое сравнение, мы как бы проведем такую симуляцию. Мы одновременно с тем, что смотрим на эти ошибки, на реальные ошибки, которые мы посчитали по данным, и делаем для них SVD, мы также возьмем и просимулируем ошибки, просто из нормального многомерного воспределения. То есть это каждая штука, это T-мерный вектор, у которого мы, у которого нулевое среднее, дисперсия такая же, как дисперсия, как сумма квадратов, как средний квадрат вот этой штуковины. Почему мы это делаем? Потому что мы хотим понять, верно ли что, ну, такой простой способ наглядный понять, верно ли что-то есть на самом деле вот в этой штуковине, или все, что мы наблюдаем, это просто как бы мы взяли и разложили в освете шума. Вот если мы так сделаем, получится вот такой график. То есть синим здесь вот это реально разложение для данных, а красным пунктиром это разложение для шума, да, просто я взял случайную матрицу, генерированную из нормального распределения, и разложил ее в SVD. И что мы видим? Ну, как бы понятно, что есть, мы смотрим сюда, да, и видим гигантский хвост в этих single value, в этом single value decomposition, да, вот здесь вот оно на самом деле. И вот этот хвост, он, ну, как бы он сходится, естественно, к нулю, но как бы он есть, да, то есть у этой матрицы, наши данные, они полного ранга, то есть у них как бы 40, там у нас периодов, 50 наблюдений, вот это матрица ранга 40, то есть она там не рангом 3, она большая, у него полный ранг. Естественно, то же самое верно и для шума, что, как бы, потому что шум, он, ну, как бы, у него не может быть маленький ранг, если вы подумаете, что если бы у него был маленький ранг, то значит, у него было очень много структуры, значит, он не шум. Поэтому, вот у него полный ранг тоже. И тоже, видите, как бы мы начинаем, и вот как бы, ну, они как-то убывают эти single values, они вот убывают, и что мы видим? Ну, как бы, наши данные, они, в общем, похожи на шум достаточно сильно, то есть вот этот гигантский хвост, он, в общем, похож на шум. Но первое значение, я их тут нормализировал, как бы, нормализовал, чтобы максимальное было равно единице, первое значение у наших данных, оно все-таки гораздо выше, чем у шума. Ну, не гораздо выше, на самом деле, два раза выше, но все-таки выше. И возможно, это нам говорит, что все-таки в данных есть что-то, кроме, кроме вот этой, кроме, кроме вот этого, да? Все-таки, наверное, ну, не то, что, возможно, там, как бы, на самом деле ничего нет, мы не знаем. Но глядя на эту картинку, ну, можно думать, что хотя бы там еще одна двумерная компонент, то есть это первая, собственно, первая single values компонента, это вторая, вот, возможно, они там все-таки есть. И поэтому, возможно, нам стоит их использовать. То есть, возможно, наша модель с двунаправленными фиксированными эффектами, она все-таки не совсем хорошо описывает данные. То же самое можно увидеть на картинке. Вот на этой картинке мы берем то же самое, что мы делали в прошлый раз. Помните, у нас были Калифорния и Висконсин. И вот идея была, что на, в прошлый раз мы строили просто модель такую двунаправленную, у нас были параллельные тренды, и мы видели, что она не очень хорошо описывает, то есть она данные, потому что вначале они, может, действительно были параллельны, но потом Калифорния и Висконсин они как бы сходились, а тренды оставались, естественно, параллельными в строении. И как бы мы понимали, что не очень хорошо все это работает. Но мы видим, что вот модель, в которой мы добавили еще два фактора, она как бы гораздо лучше описывает, что происходит, то есть теперь никаких параллельных трендов нет. И то, что мы видим, достаточно выглядит, как красивая картинка. Понятно, что здесь предсказанием как бы не очень, это не очень честное предсказание, не знаю, смотреть, как на предсказание. Почему? Потому что я использовал все данные для всех штатов, для всех периодов, чтобы выбрать эти две компоненты. Но то, что мы видим, что как бы, ну, оно действительно улучшилось и достаточно хорошо теперь все это описано. Так что к чему это было все рассуждение? это было к тому, что вот эти вот такой вот способ добавить в нашу модель вот этот объект, да, где эта штуковина, неизвестно. Это на самом деле аппроксимация, да, более сложный, там, сложного, может быть, объекта вот этой неизвестной функции. и возможно в данных мы действительно видим, что это аппроксимация, как бы, что это стоит делать, что в данных есть что-то, кроме обычных вот этих fixed effects, да, потому что мы видим все-таки, что какое-то различие между тем, что мы добавляем в данных и то, что происходит, если мы просто возьмем и симулируем шум, оно все-таки есть. но сложность заключается в том, что эти факторы, которые возможны из данных, очень сложно увидеть, потому что мы их не видим напрямую, мы их видим только если мы возьмем и сделаем это разложение, но проблема в том, что и у шума шум будет выглядеть так же, в каком-то смысле, у него тоже будет какое-то разложение. Как разделить эти две части, это как бы достаточно сложно в целом, и поэтому вот эти факторные модели, они в каком-то смысле менее такой прозрачный объект, то есть, когда мы делаем two-way fixed effects, мы на самом деле не смотрим на данные, мы не думаем о том, как устроена наша матрица WIT, мы просто берем и вычитаем средние, для того, чтобы понять, что нам надо вычитать, нам не надо смотреть на данные, это больше неверно для таких моделей, которые мы рассматриваем сегодня, для того, чтобы понять, что нам с ними делать, нам надо посмотреть на данные, понять, как они выглядят, и в этом как бы такая сложность этих моделей, и они поэтому становятся менее понятными, возможно, поэтому они менее популярны среди людей, для которых transparency это самое важное, чтобы все было понятно, но я надеюсь, что после нашей лекции сегодня на всяком случае нам будет понятнее. окей, я здесь приостановлюсь и спрошу, есть ли вопросы, понятно, что в чат мне никто вопросов не написал, я расстроен, но может быть кто-то хочет задать вопрос, никто не хочет задать вопрос, даже Гоша задает вопросы, ну ладно, окей, тогда пошли дальше, будем считать, что все все понятны, значит, на сегодняшний день наша модель выглядит следующим образом, то есть я собрал все, что мы только что говорили, плюс одно дополнительное предположение, то есть как выглядят наши модели, ну у нас есть outcomes, они разделяются на две компоненты, есть матрица наших стандартных аддитивных эффектов, есть другая матрица, которая состоит из вот этих других interactive эффектов или факторов, мы будем говорить, что это матрица fixed эффектов, а это матрица по-английски low rank, то есть матрица малого размера, малого ранга, поэтому L, потому что low rank, и дальше нас есть ошибка, и мы предполагаем, что ошибка у него в среднем ноль, условно на что? Условно на этот fixed эффект, на этот, и на DI, а помним, что DI описывает процесс для WAT, то есть он описывает, что происходит с этой штуковиной, и вот соответственно наша, то есть он говорит, какие наблюдения были в одной группе, какие в другой, и соответственно это наша модель на сегодня. Первая модель, которую я знаю, которая прямо говорил про эконометрическое, статья, в которой говорил, как мы будем оценивать что-то в такой ситуации, ну в ней были дополнительные пособки, которые мы сейчас будем обсуждать, это вот это Хольцикен 88 с Whitney Newer статья с розовым. Вот, также в 92-м году Гарри Чемирн написал довольно абстрактную статью, которая, в общем-то, тоже помогает решить вопрос такого рода моделей. И в чем сложность, опять, повторяясь, что если вот эта штуковина была известна, то никакой сложности бы не было. Мы бы просто придумали веса, которые убрали ее, так же, как мы это делали всю предыдущую лекцию. Но она неизвестна, поэтому нам нужно как-то эти веса, которые раньше мы просто могли найти, теперь тоже нужно их найти, но для этого нужно смотреть на данные. В каком смысле смотреть на данные? Смотреть на outcome data. Я хочу подчеркнуть, что это очень важный момент. Если вы вспомните прошлую лекцию, то всегда, когда мы строили оценки, мы для того, чтобы найти эти веса, которые все балансировали, нам никогда не нужно было смотреть на outcome data. Никогда. Они всегда зависели только от структуры вот этой матрицы, ну или если у нас были какие-то covariates, то они были еще зависели от covariates. А сейчас сегодня это будет не так, сегодня так не получится, потому что нельзя, потому что мы не знаем вот эту штуковину, ее нельзя найти, нет весов, которые работают, грубо говоря, для всех возможных ситуаций, просто не существует, поэтому можно понять, что делать, только по данным, только посмотрев на данные, тогда мы поймем, нужно это делать, нужно ли так делать, или иначе. Но для того, чтобы так сделать, для того, чтобы так сделать, нам нужны какие-то дополнительные предположения. Глеб задает вопрос, как понять, что в данных L на самом деле маленького ранга. Ну, ответ как бы никак, и понять, что в реальных данных мы можем верить, что L у нее есть сколько-то там больших, грубо говоря, сильных факторов, и сколько-то там слабых факторов. И проблема со слабыми факторами, ну, что такое слабый фактор? Это что-то, что влияет, что как бы оно есть, но оно очень-очень маленькое. его почти не видно. Ну, и проблема в том, что мы никогда не сможем отличить это от шума в данных. Ну, как бы никогда зависит, конечно, каких-то предпосылок, но в общем случае не сможем отличить это от шума в данных. И поэтому ответ как бы никак не понять. То есть мы можем про это думать следующим образом, что есть какая-то матрица, у нее есть какой-то фиксированный, например, рак, и у нее есть сколько-то больших этих будем бороться. Все остальное оно настолько маленькое, что мы с ним ничего сделать не можем, потому что его не видно просто из-за шума. Окей. В чем идея вот этой статьи 88-го года? То есть то, что сейчас я рассказываю, это буду рассказывать это про скорее на той статье основной. В чем идея? Идея в том, что там как бы была еще дополнительная фешечка, то есть у нас ее не будет. идея в том, что вот этот компонент, она в принципе должна убирать большую часть перманентной компоненты ошибки. То есть если есть вот эта компонента, то вот эта штуковина, это абсолютно IT, она должна вести себя более-менее как шум. То есть она не может сильно быть зависимой между периодами времени, потому что если бы она была независимой, мы бы это включили вот в эту компоненту. И это позволяет нам думать, что возможно какое-то предположение типа вот такого, это довольно строгое предположение, можно сделать более мягкое предположение, но какое-то предположение типа такого, оно имеет смысл. Что здесь написано? Здесь написано, что ошибки сегодня абсолютно никак не коррелируют, то есть вот все, что здесь было, что они никак не коррелируют с тем, что с ошибками коррелируют были вчера. В общем случае можно написать, что корреляция есть, но она маленькая. И почему она маленькая? Потому что мы считаем, что все, что большое, оно как бы вот здесь, оно вот в этой части зарыто. Да, persistent по T, конечно, да, то есть мы верим, что как бы здесь есть такая симметрия. Глеб задает вопрос, как мы думаем про persistence по T или по I, ну вот мы думаем как по T, потому что в каком-то смысле мы так верим, что, ну потому что у нас такая лойка с самого начала, что мы так раскладывали ошибку, у нас была ошибка, которую мы раскладывали на куски. То есть мы выбрали среднее, потом мы начинали ее раскладывать на компоненты. И вот мы взяли сначала alpha-I, потом вот эту штуку и так далее. И вот эти перманентные какие-то характеристики индивидуальные, они как бы во времени они как-то влияют на то, что происходит. Вот мы так про это думаем. То есть есть какая-то асимметрия в том, как мы про это думаем, потому что мы думаем в сторону T, а не в сторону I. На каких-то приложениях возможно. То есть, например, есть network data, которые тоже выглядят похожим образом, где у вас есть, скажем, страны, и вы смотрите на матрицу, как они между собой прогулуют. Вот там как бы в каком смысле в обе стороны имеет смысл смотреть. А у нас как бы более логичнее выглядит смотреть по T. Ну вот, иначе такое строгое предположение о том, что нельзя предсказать. ошибки и это мощная вещь, но мы ее можем использовать для того, чтобы узнать, как же нам на самом деле сбалансировать вот эти low rank нашу матрицу, что же нам с ней делать, чтобы ее убрать, наша цель ее убрать. И чтобы ее убрать, мы будем смотреть опять на веса, как в прошлый раз, ничего нового не будет с точки зрения того, что мы делаем, но эти веса будут как бы более хитры. А в прошлый раз, если мы посмотрим на то, как выглядели наши веса для ситуации, когда у нас не было covariates, то они бы имели вот такую вот структуру, у них была такая product structure, то, что называется. То есть они, да, это omega i t, она была произведением двух вещей, а именно что-то, что было unit-specific и что-то, что было time-specific. Гамма i и дельта t. И вот сейчас мы как бы посмотрим на то, как найти, как нам подобрать веса дельта t. Гамма i мы оставим ровно такими же, как они были в прошлый раз. Они у нас вот такого вида были на самом деле, что просто мы брали и вычитали, как бы это усредняли для treated units и вычитали control units. А вот эти веса были более, были как бы, вот эти веса сегодня мы будем менять. Сейчас начнем. И идея в том, что нам нужно эти веса менять, чтобы они как-то что-то сделали с вот этой вот компонент в сети, чтобы они ее убрали. Как мы их будем менять? Ну, сейчас как бы самое такое, там, три слайда самых таких напряженных сегодняшней лекции, наверное. Может быть, будут потом еще напряженные. Но вообще сегодня, наверное, самая сложная лекция всех четыре. Поэтому давайте вот здесь вот мы помедленнее будем. Значит, как мы будем искать эти веса? Ну, давайте подумаем следующим образом. Представим себе на секунду, что я знал бы эти psi t, их как бы их l, их r чисел, потому что у нас модель, потому что у нас ранг r факторная модель, то есть у нас есть r чисел. Представим, что я их бы знал. Тогда как бы я мог подобрать веса? Ну, я подобрал бы веса, которые решают вот такую задачу. То есть они усредняют unit fixed effect, они усредняют эти факторы, они суммируются в единицу больше как бы для treated periods, и они не положительные, не отрицательные для этих treated periods. Важный момент, что здесь я рассматриваю сумму не по всем t, а только по некоторым t, а именно t начиная с какого-то момента k, k плюс 1, то есть первые k периодов я не трогал. Почему я так делаю? Потому что я хочу использовать вот это вот ограничение. Потому что это ограничение, мне говорят, что все, что в начале происходит, в первые k периодов, оно на самом деле никак не связано с тем, что происходит потом, в смысле, с точки зрения ошибок. Но оно может быть связано из-за вот этих факторов, да, то есть, потому что как будто эти вещи могут быть очень сильно связаны за первые периоды. И как бы это позволяет, то есть предположим, что я такие веса нашел, да, то есть я не могу это сделать, потому что я не знаю вот этот psi, но предположим, кто-то мне его искал, я нашел такие веса. Что я могу дальше сказать? Окей, с этими весами я могу составить вот такое вот моментное условие, которое мне говорит, что если я возьму наши outcomes, вычту из них среднее для control units, просто безобычное, среднее, я могу посчитать и вычесть, и усредню с этими весами, и буду смотреть только на control units, и условно на первый outcome с первой к периодов я должен получить ноль. Почему я должен получить ноль? Ну, потому что, смотрите, эти веса, они в среднем ноль по времени, значит, они должны убрать вот эту компоненту, которые устраняются в ноль. Они также в среднем ноль для всех вот этих psi и они, значит, должны убрать эту компоненту тоже. Правильно? Дальше, смотрите, я смотрю на те наблюдения, у которых di равно нулю, то есть вот этой части ее нету просто, потому что для di, равно нулю, здесь все равно нулю, да, то есть ее нету. Остается только ошибка, то есть вот здесь вот эта сумма, да, остается как бы еще time fixed effects, но я их убрал, потому что я вычел среднее. и после этого я как бы могу сказать, окей, давайте мы посмотрим такую комбинацию, у нее должно быть в среднем ноль, если я ее посмотрю на все предыдущие outcome за первый к-период. и соответственно я могу так же, что это значит фундаментально, значит, что если я возьму и посчитаю корреляцию, не корреляцию, что значит, что условное среднее равно нулю, это значит, что корреляция с любой функцией от этих первых к-переменных равна нулю, да, вот здесь эта корреляция написана, то есть если я, то есть такие вот эти веса, они удовлетворяют этому условию, еще раз, какая логика, если бы я знал эти штуки, я мог их решить вот такую задачу и найти такую дельту, дальше я мог ее сюда подставить и у меня получилось, что у меня получилось, что будет ноль, ну как бы эквивалентное утверждение того, что вот такая корреляция равна нулю, для любой функции от данных, для любой, ну, хорошей функции, чтобы она была интегрированной и так далее. Окей, да, то есть это такая вот такая вот идея, идея, как мы можем пытаться найти наши веса. Как бы, окей, значит, теперь у нас, мы, теперь мы про вот это забыли, что у нас это есть, мы теперь смотрим вот сюда, мы говорим, ага, у нас есть моментные условия, она говорит, что то, что мы хотим, должно удовлетворять вот таким ограничением. Ну, давайте, как бы мы у нас, мы мы это ждание считать по данным не умеем, мы можем считать среднее, давайте посчитаем что-то такого же типа. Как мы это сделаем? Ну, мы скажем, окей, давайте рассмотрим какое-то множество функций от данных, да, за первый к периоду. Какое-то множество возьмем, например, можете думать, что просто эта функция, это как бы такие координатные проекции, то есть они берут данные за первый период, за второй период, за катый период и просто вот такие вот когда k-функции у нас получились. Вот, но в целом может быть какое-то другое множество, может быть более сложная функция мы рассматриваем. И для каждой такой функции мы можем сказать, окей, давайте гамма a от f будет значение этой функции для этого наблюдения. тогда мы можем переписать вот это вот условие, которое было в популяции, но такое условие, которое написано, которое рассчитано по данным, да, то есть из мотажда не ушли, остались средние. Вот одно среднее, это я вычитаю среднее для контрольных наблюдений, вот второе среднее, где я усредняю, где, грубо говоря, я считаю корреляцию вот этой штуковины и моей функции. И дальше я беру и складываю это с какими-то весами за первые, считаю, начиная с k плюс первого периода, то есть с какими-то весами, да. И дальше я беру с упрямом вот это число, да, то есть получилось, это число, которое зависит от того, какую я сюда функцию подставил. Вот эта вот идея говорит мне, что я могу поставить любую функцию, какая мне нравится. Ну, давайте мы вот рассмотрим некоторое множество функций. Для каждой функции за то множество посчитаем и возьмем супремум. Да, по всем функциям, которые есть в моем множестве. И идея в том, что и для каждой дельты мы это можем сделать. То есть дельты здесь это просто какой-то набор чисел, а вот мы их взяли, зафиксировали, посчитали, получили число. Что это число говорит? Он нам говорит там, что если я выбираю вот такие веса, то мои моменты, они вот настолько не выполнены, да, то есть в выборке. То есть они должны были быть равны бы нулю, но они не равны. Идея в том, чтобы найти такую дельту, в которой они довольно близко к нулю. Ну, как мы это можем сделать? Ну, мы просто возьмем и будем минимизировать. Да, здесь должен быть дельта, вот эта штука в квадрате. Sorry, за то, что она не в квадрате. Мы можем просмотреть такую вот оптимизационную задачу. Мы можем сказать, окей, мы ищем веса. Какие веса? Которые в среднем ноль, потому что мы знаем, что они должны в среднем быть нулю, они должны суммироваться в единицу для периодов, в которых что-то происходит, и они должны быть неотрицательными для этих периодов. А также мы хотим, чтобы эта штука была маленькой, и чтобы норма наших весов была маленькой. Вот такая вот абстрактная достаточно задача. И мы ее, как бы, в целом ее можно решить. Это выпуклая задача. В том смысле, что это строго выпуклая задача, потому что эта функция строго выпуклая, а эта функция просто выпуклая. Почему она выпуклая? Потому что это максимум линейных функций по дельте. И можно ее решить абстрактно, опять-таки, как ее конкретно решить на компьютере. Это зависит от того, что у вас за класс. Но ее можно, в целом ее можно решить. И важный момент, что если мы вот эту штукуину уберем, ее здесь нет, представим, что ее здесь нет, тогда получится ровно то же самое, что мы делали в прошлый раз. То есть вот те веса, которые мы делаем, это будут веса, которые используются в diff-н-див. То есть вся разница того, что мы делаем сегодня, от того, что мы сделали в прошлый раз, в понедельник, а в том, что вот у нас есть дополнительная штукуина, которую мы запихнули в оптимизационную задачу. Что это за штукуина? Еще раз. Она говорит нам, что мы ищем те веса, которые должны балансировать вот такой вот странный объект. Почему они его должны балансировать? Ну, потому что наши веса, которые нам нравятся, его балансируют. Вот так. Логика такая. Окей. После того, как мы это сделали, мы можем ставить нашу оценку и вот такого, просто усредить наши outcomes с этими весами. То есть гамма i она будет такая же, как раньше, а дельта t она будет новая, она будет решать вот эту задачу. Давайте, как бы это абстрактно достаточно было, давайте чуть менее абстрактно. Представимся, что f это просто набор каких-то функций. Например, я взял p функции и рассмотрел линейную комбинацию, всевозможные линейные комбинации этих функций. Мить, извини, а можно я вопрос задам? Можно я голос? Да, да. Короче, ты говоришь, что вот на несколько слайдов назад, сейчас я сам все пролистаю, что мы в прошлый раз рассматривали веса как произведение. Да. Я пытался вспомнить и полистал тоже предыдущие слайды, вроде не рассматривали. А правильно ли я понимаю, что вот в предыдущий раз просто дельта... Нет, в прошлый раз мы не рассматривали, но они такими получались. В том смысле, не то, что мы их рассматривали, это то, что они такие в итоге оказывались. То есть мы не искали веса в такой форме, потому что это было бы на самом деле достаточно сложно. Вот мы искали, мы получали, что они так выглядят. И дельта t была у нас, это было примерно такой же объект, как вот здесь, только где вместо di использовалось, что t больше, чем t0. И, соответственно, делилось на t1 или на t0. Да, конечно. То есть там. Вот. Так что они были бы были вот такие. И разница в том, что теперь мы хотим, мы хотим эти веса стать такими же, а новые веса найти, которые будут по t в другом уровне. Окей? Давайте чуть менее абстрактно. Представимся, что у нас p функции, и мы рассматриваем их линейную комбинацию. Если как бы и думаем про вот эту нашу задачу. Вот. Если n становится большим, а t фиксированным, то такая вот дельта, которую мы здесь строим, она будет сходиться к решению вот такой задачи. А именно, где мы будем искать веса, которые выполняют эти условия и выполняют вот эти условия. Да, то есть они балансируют идеально, точно какие-то вот эти наши p функции от данных до первого периода. То есть просто вот это будет происходить. Окей? Соответственно, возникает вопрос. Смотрите, это такой тоже популяционный объект. Да, то есть это объект, здесь мы от ожидания стоят, как бы это решение какой-то задачи. Смотрите, но я его назвал дельта, я не знаю как, с галкой. да, с галочкой. Вот. Вопрос, дельта с галкой равно дельта со звездой или нет? Потому что, смотрите, дельта с галкой решает вот эту задачу, а дельта с галкой решает вот эту задачу. И это разные задачи. Вопрос, будет ли получаться одно и то же. Ответ, ну, при каких-то предположениях будет, вот, в каких ситуациях не будет. Там, входить в детали, когда не будет получаться, я не буду, но, ну, потом чуть-чуть скажу про это идейно. Но, как бы, если получается что-то не то, что нам надо, как бы, ответ, все плохо, то есть, ничего хорошего у нас не получится. Но, если, но и ничего сделать, мы не сможем, потому что мы никак не поймем, на самом деле, получается у нас то, что нужно или нет. Поэтому, нам остается только верить, что получается то, что нужно. Вот, как мы можем понять, хорошая это оценка или нет? Ну, давайте вернемся к нашей замечательным данным из Current Population Survey. Смотрите, мы можем сделать такую симуляцию. Эта, как бы, симуляция нас будет преследовать еще долго. Теперь, следующий акцент тоже будет похожий симуляцией. Можно сказать, окей, мы взяли данные, вот это, то есть, вот слева у нас прям реальные данные. Мы их разложили, нет, нереальные, это уже нереальные. Мы сначала взяли, взяли CPS data и найти по этим данным, помните, как у нас было вот здесь. Мы взяли, оценили fixed effects, two-way fixed effects, additive fixed effects, а затем мы взяли ошибку и из нее выделили первые две компоненты в сингулярном разложении. Почему две? Ну, потому что нам показалось, что вот здесь вот две, это такая мощная штука, которая сильно выше шума. Вот вы их-то сделали и вот я назову то, что edited fixed effects это F с крышкой, то, что мы выделили ранга 2 компоненту, это L с крышкой, а дальше я возьму это L с крышкой и буду умножать на какие-то числа, чтобы у меня получались, грубо говоря, разные модели, смотреть, что будет получаться, на что я буду умножать. Это просто число, оно будет там 0, 1 или 5. И дальше есть какие-то ошибки. И вот эти ошибки я буду стимулировать из нормального распределения, то есть это матрица такая ошибок, N на T, и каждый элемент в этой матрице это будет независимая, нормальная, со средним 0 и с дисперсией вот такой дисперсии, где здесь да, вот с такой дисперсией. То есть с дисперсией, которая осталась, тут надо аккуратно быть, с дисперсией, которая осталась после того, как мы убрали из данных F с крышкой и L с крышкой. Дальше я скажу, окей, представим себе, что никакого treatment эффекта нет, да, что данные как бы для требовательного наблюдения они такие же, как для контрольного наблюдения, просто нормализация, можно сделать, было бы 5, это неважно было бы. И давайте представимся, что первые 25 штатов, которые у меня упорядочены по алфавиту просто, то есть я взял упорядоченный по алфавиту, это первые 25, они treated в последние 8 периодов. То есть вот я просто взял так, разделил мои данные. То есть у меня есть 40 периодов, 50 штатов, я сказал, 25 штатов в последние 8 периодов, пускай они будут в treatment group. дальше я сказал, окей, также давайте я зафиксирую первые 8 периодов в качестве вот этого k, то есть помните, у нас тут было k, сколько я использую данных изначально, я говорю, давайте я возьму 8 периодов, например, и возьму очень простой класс функций, а именно просто y, и, 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 то есть 8 функций будет, я буду рассматривать их линейную оболочку, сейчас я на самом деле буду решать вот эту задачу просто, но не в популяции, а в данных. И также давайте я как бы составлю две оценки, а именно, то есть я возьму эти данные, буду их симулировать, что значит симулировать, это вот будет f зафиксировано, l будет зафиксировано, единственное, что будет симулироваться, это вот эта вот матрица ошибок, она будет каждый раз новая в симуляции, и дальше я составлю оценку, две оценки, первая это будет difference in difference, да, а вторая это вот эта оценка, которая будет, которая будет отличаться от difference in difference только тем, что у них будут другие веса по времени, то есть по units они будут точно такие же веса, а по времени они будут немножко другие, ну или немножко просто другие. Окей, я это буду делать 500 раз, просимулирую ошибки 500 раз, посчитаю 500 раз свои две оценки, а дальше я посчитаю по этим симуляциям root mean squared error, то есть что это значит, я возьму оценку, вычту из нее правильный ответ, правильный ответ 0, потому что у меня нет электритных эффектов, правильный ответ 0, и возведу в квадрат, усредню, а потом возьму корень, да, то есть root mean squared error, то есть mean squared error, это просто сумма, средний квадрат, изглава взятых корень, для каждой ошибки я такой, для каждой оценки я такое сделаю, окей, вот, и что у нас получается, и у нас есть как бы три ситуации, где scale равен 0, scale равен 1, и scale равен 5, scale, помним, это штука, которая умножает на что-то L, то есть если scale равен 0, то это значит, у нас обычная двунаправленная модель с фиксд эффектом, если scale равен единичке, то у нас ровно такого же размера, это L, как она в данных, да, то есть я добавлю, она на самом деле, если вы вспомните, первую лекцию, то эта L, она не может быть большой, потому что F уже убирала, что типа там, три четверти вариации в ошибке, то есть как бы роль L, она вообще в этом всем не достаточно большая, она маленькая, но как бы она там есть, естественно, когда я говорю, что scale равен 1, я беру ровно такое L, как оно есть в данных, а дальше я хочу сказать, ну представим себе, что у нас было все-таки немножко не так, и что эти факторы, они были бы на самом деле достаточно сильные, и вот я умножаю это на 5, делаю гораздо сильнее. Вот, что получается? Вот эта оценка, которую мы сегодня делаем, это оценка, которую мы делаем и здесь root mean squared error, то есть может показаться, что типа там это все равно очень маленькие числа, но как бы я бы мог их сделать больше, если бы я захотел, мне для этого надо было просто увеличить там, скажем, дисперс, или там увеличить масштаб всех этих данных, но они действительно такие, какие есть, и вот просто на этих данных. Что мы видим на этой симуляции? Что есть ли никаких low-ranked component net, да, интеракция, fixed effects, то div and div, конечно, работает лучше. Почему он работает лучше? Ну, потому что, смотрите, div and div, он решает вот эту задачу без вот этой штуковины, да, и это правильная задача, то есть вот, когда решать вот это без вот этой штуковины. это очень хорошая задача, как бы он ее решает и получает очень хороший ответ, как бы в каком смысле даже лучший ответ, который можно, лучшая оценка, которую можно построить. А наша новая оценка, у нее здесь дополнительная штука, которую тоже надо минимизировать, и понятно, что так хорошо, как у div and div, и не получится. Поэтому действительно чуть хуже получается, то есть ошибка чуть больше. Как только я добавляю unit fixed effects, уже на самом деле есть разница. То есть можно сказать, что разница между там 11 тысячных и 16 тысячных небольшая, на самом деле 37% в root mean square error improvement. То есть это большой, на самом деле, эффект. То есть подумайте о том, насколько это, то есть вы выиграете, как будто у вас больше данных, достаточно 7. То есть 37% это на самом деле немало. Если мы идем к такой симуляции, где уже low rank component играет очень большую роль, то здесь эффект вообще гигантский. То есть в 5 раз лучше, в 7 раз лучше, чем div and div. Что ожидаемо. Почему? Потому что те веса, которые подбирают div and div, они с вот этой компонентой не делают ничего. Она остается. Они никак ее не балансируют. И таким образом, естественно, у нас будет большая часть ошибок, которая будет как бы смещением. То есть мы просто не уберем то, что мы должны убрать. и вот таким образом у нас так получается. То есть такая вот простая совершенно оценка, в том смысле, что я решаю достаточно простую задачу. Она дает уже на этих данных, на CPS data, мы можем увидеть, что она как бы уже даже в реальных ситуациях, когда мы ничего не меняем, на самом деле, вот прям берем как в данных, уже дает какой-то improvement. Я не знаю, как бы это просто из-за ignorance. Наверняка такие статьи есть. Я не знаю прикладные статьи, которые используют, которые, да, визуешь, которые используют прям вот эту оценку, но возможно как бы не стоило. Может они просто есть, я не знаю. Гоша спрашивает, как F мы как оценили из данных? F мы оценили из данных так же, как в прошлый раз, а именно мы взяли матрицу, это CPS data, посчитали среднее по времени, назвали это лямбды, дальше вычли ее из каждого периода времени, посчитали среднее по наблюдениям, назвали это альфой. А, дальше ты говоришь, я имею в виду L. Значит, окей, F, F, ты понял как? А L мы оценили следующим образом, как мы вот здесь это делали. То есть мы взяли, вычли, да, вот эти вот fixed effects, получили ошибку и из этой ошибки выделили две первых компоненты в single value расположении. То есть там первые две, как называется, principal components, главные компоненты, две, да, по фактическим ошибкам. То есть мы их получили, почему мы взяли две, потому что, потому что вот на этом графике нам показалось, что две хорошо, сильно выше шума. а потом убрали, убрали, потом как бы начали симулировать, симулировали с какими-то, и симулировали мы просто из нормального дисперсии. я бы спрашиваю, как scale почувствовать. Ну, scale — это параметр моей симуляции, да, то есть в реальности какой масштаб этой проблемы, ну, можно сделать что-то вот такого типа, да, то есть можно просто взять и посмотреть, да, и понять, типа, как, насколько большие эти, ну, то есть это первое, это как почувствовать ранг, как почувствовать scale, но можно посчитать, грубо говоря, размер вот этой матрицы, там, в какой-то норме, и размер матрицы, которая, вот это L, да, в данном случае, то есть как бы в этой симуляции, которую мы строим, если это сделать по данным, то L будет гораздо меньше, чем F, что-то типа там будет, ну, там, у нее норма в 10 раз, по-моему, меньше, чем F, то есть она очень, то есть она играет не очень большую роль в реальных данных, а дальше мы просто говорим, окей, представимся, что она играла бы больше, да, то есть мы взяли и добавили ее, сделали ее более значимой, в каком-то смысле pronounced, что они действительно влияют, вот, и тогда, то есть, это такая просто параметра наша симуляция. Окей, как бы интуитивно, что произошло? Почему мы, то есть вот мы построили такую оценку, которая взяла и как бы решила ту задачу, которую мы хотели, а именно задачу о том, что у нас неизвестны вот эти вот сети, но нам надо с ними что-то сделать, они неизвестны, мы ничего с ними сделать не можем, казалось бы, но раз мы смогли, да, то есть взяли, построили оценку, которая решает эту проблему. Как мы смогли это сделать? Потому что, почему мы смогли сделать? Потому что эти сети, они одинаковые для контрольных наблюдений юнитов и для treated units. Это наше предположение, что они одинаковы. И это позволило нам построить оценку, которая смотрит только на control units, да, то есть вот здесь нигде они используются treated units вообще. И только смотря на них, мы нашли вот эти вот веса и убрали это самое по сети. Как наш метод может как бы сломаться? Ну, очень просто он может сломаться, если так как бы делать нельзя, да, то есть в том смысле, что если есть какие-то факторы, которые влияют только на treated units. Представим себе, что у меня есть вот здесь вот это вот eta i и представим себе на секундочку, что у нас вообще как бы ранг один, то есть у нас просто здесь нет никакого скалярного произведения, нет outer product, да, то есть это не вектор нам вектор, а это просто как бы число на число и представим себе, что вот эта eta i, она равна нулю для всех контрольных наблюдений и равна единичке для всех treated наблюдений. Тогда сколько вы не ищите веса по контрольным наблюдениям, вы их там не найдете, потому что они, потому что там просто нет этого фактора, да, он как бы для контрольных units никак, на них никак не влияет. Ну вот и, соответственно, тогда ничего не сработает. То есть предположение, что такого нет, что это такое, что это так, так не, мир устроен не так. Это первый момент. Второй момент, это как мы смогли найти наши, как вот эти веса, которые балансируют, что мы, то есть мы смотрели на данные, чтобы их понять. И это важное отличие от нашей предыдущей задачи. Еще раз, предыдущая задача, которую мы решали на прошлой лекции, в ней не было вот этой вот компоненты, так, ее просто не было. И поэтому мы решаем просто вот это вот. И здесь нет ничего про outcome data. То есть вот в этой части нет ничего, нет Y, нигде. То есть для того, чтобы найти те веса, которые мы находили в прошлый раз, никак не зависели от наших, нашей зависимой перемен. Никак вообще. Для того, чтобы их найти, не нужно было знать, чему равны outcome. Сейчас ситуация другая. У нас есть вот эта вот штука. И эта штука, ну или как бы, если хотите, вот в этой компонентной задачи, эта штука, она зависит от outcome data. Потому что мы не можем, мы решаем задачи, которые есть, есть эти самые outcome data. То есть вот наша вот штука, где зашит outcome data. И мы их используем, чтобы понять, чтобы понять, какие веса нам брать. Почему? Потому что, как мы используем информацию из данных, потому что outcomes должны быть, если есть какие-то факторы, вот эти скрытые, то outcomes должны быть persistent. То есть, если эти факторы есть, то первые k периодов должны быть сильно коррелированы с текущими наблюдениями. Ну или как-то коррелированы. И мы пытаемся найти веса, которые делают эту корреляцию как можно меньше. То есть, для всех возможных комбинаций. И как бы в этом наша идея, то есть, что если корреляция есть, то она из-за чего-то, что фундаментально, что несет в себе какое-то различие между, фундаментальные различия между перемен, между units, то есть, какие-то, какие-то перманентные характеристики. То есть, эти перманентные характеристики, они создают эту persistence во времени. Мы ее наблюдаем по данным тем, что у нас функции за первый k периодов сильно коррелируют с функциями, за последующие там, то есть, прошлое сильно коррелируют с будущим. Дальше мы пытаемся найти веса, которые делают это, как бы, их не коррелируемыми. То есть, как можно, как можно более независимыми. И если никаких факторов нет, если сейчас, если никаких факторов нет, то обычный diff-н-див веса, такой, нам это дадут. Если они есть, то нужно что-то большее. И, как бы, важный момент еще такой, что наша оценка такая несимметричная получилась. То есть, у нас есть такие модные веса, сейчас, модные веса от time-веса и старые веса из diff-н-див. Окей. Догай, Гош, ты меня спросишь просто живую. вопрос очень простой. Я просто еще параллельно смотрю на слайды, как бы, на PDF-ку. Я смотрю на вот слайды 13 и 14, и я не пойму, что в 14-м, как бы, мы добавили такое, что задача изменилась. А, в 14-м, ну, смотри, в 14-м это популяционная задача, прежде всего, да, то есть, 13, здесь вот этот объект, он объект, это среднее, да? Да, да. То есть, как бы, это то, что мы реально делаем, так? То есть, это то, что мы можем сделать. 14, это популяция, так? И, я говорю, что если мы будем делать вот это, то в итоге мы сведемся к вот этому. В каком случае? В каком случае? В случае, если f наша, вот такой формы, а именно, что у нас есть p функции, и мы взяли их линейную оболочку. Возникает раз, почему так произойдет? Ответ, потому что, вот этот супремум, он будет равен бесконечности, если, как бы, вот эта штука не будет равна нулю. Почему? Ну, потому что, это, грубо говоря, линейное множество. То есть, если у меня до какой-то функции здесь получилось число, скажем, 5, я могу взять функцию, умножить ее на 100, и получить здесь 500. Потому что я рассматриваю в линейном множестве. Поэтому в итоге должно получиться вот что-то такое для всех этих функций. И в пределе должна получиться вот такая вот задача. А еще непонятно, не знаю, будешь ли ты об этом говорить, как функцию f выбирать, потому что, кажется, это важный параметр какой-то. Ну, да, ну, как бы, это хороший вопрос. Здесь есть, я могу быстро сказать, что, какой здесь trade-off, да? Trade-off выглядит следующим образом. это верно для любых функций f, да? То есть, хотелось бы взять как можно больше. Проблема возникнет, какая, что если мы возьмем как можно больше, что тогда вот наши веса, которые мы здесь будем подставлять, это же какие-то числа, да? И этих чисел, их как бы стоит очень много. и мы и мы в каком-то смысле будем сильно, начнем наши веса, они как бы будут уже выглядеть не как функции от прошлого, а на самом деле как функции, которые очень сильно хорошо похожи на будущее. Это то, что называется overfitting. То есть, они будут, потому что их функций будет очень много, мы сможем воссоздать, грубо говоря, любое число, которое нам нужно. И кажется, что это не очень хорошо. Но вот как мы увидим в следующей лекции в среду, на самом деле, это, что мы получим, это будет что-то очень похоже на синтетик control. Вот. Если мы возьмем вообще все в каком-то смысле функции, но как бы не совсем все, но в каком-то смысле все. Окей, то есть, ответ такой. Это хороший вопрос, какие функции брать. Если взять в каком-то смысле все возможные, то получится другая оценка, которую мы тоже рассмотрим. Вот так вот. Спасибо. Значит, окей, это мы прошли. Идем дальше. Наша оценка, она как бы вот такая, как я сказал, такая несимметричная получилась. У нее такие веса какие-то по units не очень новые, по времени наоборот такие достаточно модные. Вот. Может быть, мы хотим что-то более симметричное. А может быть, у нас N примерно такого же размера, как T. И в этой ситуации как бы чисто формально у нас возникает задача, что у нас много параметров, не так много наблюдений, может быть, по N. При этом T большое, и у нас много параметров, и нам надо их оценить. Это как бы не очень хорошо, казалось бы. И может быть, если у нас N похоже на T, нам в каком-то смысле вообще надо эту задачу думать более симметрично. И вот такая логика, она приводит к тому, что сказать, окей, смотрите, у нас предположим, что мы ничего умного не знаем, думать особо не хотим, но мы помним, как мы решать задачу в прошлый раз. Да, в прошлый раз у нас было обычное OLS, где мы правили outcomes, вычитали это в fixed effects, вычитали то, что нам интересно, возводили в квадрат, и суммировали, и минимизировали, и получали таким образом оценку. Ну, вот по принципу почему бы нет, давайте как бы сделаем сегодня то же самое. Возьмем и вставим в эту регрессию дополнительную штуковину, а именно вот это interactive component, где берется union fixed effects какие-то и умножается на какие-то time fixed effects. То есть и будем их проникнуть как про параметры, которые мы можем найти. то есть просто будем их оценивать. Вот. То есть возьмем, запихнем в наш минимум, минимизационную задачу. И будем просто вот такую штуку делать. И это называется interactive fixed effects. Interactive, потому что они interactive, и fixed effects, потому что мы как бы мы считаем, что они, ну, грубо говоря, мы их treat as parameters, as fixed parameters. Вот. Вот. Это статья by, мне кажется, 2009 года. И вот где он рассматривает такого рода оценку и изучает ее свойства. Какие есть проблемы, вот, которые нам нужно понять? Первый вопрос, как бы, как мы можем вообще это решить? То есть обычно, то есть это может казаться такой простой, типа, что значит, как решить, как обычно. Но ответ не совсем, потому что вот это не очень хорошая задача. То есть это не обычная ОЛС-задача. Обычной ОЛС-задачи нет выражений вот такого типа, где слева и справа стоит что-то неизвестно. Вот смотрите, вот, например, вот здесь вот, да, здесь альфаито, оно как бы неизвестно. Но нам нужно, на самом деле, на вектор из единичек для каждого момента времени. То есть на что-то известное. То же самое для лямбда Т. Лямбда Т, она вот неизвестная, но она слева как бы умножена на вектор единичек для каждого наблюдения. Вот, например, да, штука. Тау неизвестная, но она умножена на что-то известное. А здесь такой вот такой элемент, который две неизвестные вещи между собой перемножает. И нам надо это минимизировать. Это достаточно плохая задача. В том смысле, что она не выпуклая, и как бы поэтому у нее хороших свойств, ну, как бы с точки зрения того, как ее считать, не будет. То есть первый вопрос, как нам вообще это решить? Второй вопрос, будет ли это работать? Почему у нас такой вопрос вообще возникает? Ну, я не знаю, насколько как бы вы знаете это, но, в принципе, такой вот подход, когда вы берете и просто все, что вы неизвестны, какие-то переменные, вы считаете, что они просто параметры и вы не минимизируете, он обычно не работает. В том смысле, что он не дает хорошие оценки, потому что, грубо говоря, потому что вы оцениваете слишком много параметров и у вас как бы для них не очень много данных. То есть он хорошо работает в простых случаях. Например, two-way fixed effects он работает хорошо. Почему? Ну, потому что на самом деле модель линейна по этим параметрам. Вот здесь модель не линейна, потому что она какая-то билинейная, что ли. В одну сторону линейна и в другую сторону линейна. Дальше есть произведение. И это, в общем, все разрушает. И мы знаем, что если T фиксировано, а N большое, то такая оценка не дает состоятельной оценки. Вот. И, возможно, это проблема, которую нам тоже надо как-то понять. Но мы про это особо говорить не будем. И третий момент это то, что, ну, это OLS, да? Здесь TAO, оно одно и то же для всех. В нашей модели у нас всегда TAO это что-то что-то неоднородное. Почему? Ну, потому что мы, как бы, не потому что мы прям так любим однородный fixed effects, который мы хотим оценить. Нет, потому что мы хотим, что наша оценка, она всегда давала что-то разумное, а не только когда вот это константно. То есть у нас есть такое требование к оценкам. И вопрос, будет ли наша оценка вот таким образом составлена удовлетворять этому требованию. Окей, давайте, значит, подумаем последовательно про эти вопросы. Как можно решить эту задачу? Ну, можно решить ее, сначала, как бы, как можно думать о ее решении. Можно сказать, окей, значит, у нас вот есть эта матрица NI об сети, я ее обзову LIT, как и до этого. И важный момент, что я говорю, что вот это вот штуковина, здесь R неизвестных компонентов. Соответственно, эта матрица, она ранга R максимум. Соответственно, как мы будем решать задачи? Мы скажем, окей, давайте зафиксируем вот эти вот параметры. Тау, альфа и Таи, лямбда Т. Зафиксировали. Если мы их зафиксировали, я могу вычесть вот эту штуковину из моих аутконс. То есть получить какое-то число для каждого момента времени, для каждого наблюдения. Вот у меня какое-то число. А дальше я буду минимизировать по LIT. То есть я буду как бы делать в два шага. И мне надо посчитать минимум по всем матрицам, которые ранга R. И вот это как раз сложная задача. Но, к счастью, мы знаем ее решение. То есть это сложная задача. В чем, в каком смысле? В смысле, что это как бы ни разу не выпуклая задача. И сходу совершенно очевидно, что мы умеем ее решать. Но удивительным образом оказывается, что мы ее умеем решать. Мы знаем, как ее решить. Потому что оказывается, что матрица L, которая решает вот эту задачу, она это мы просто должны взять первый R-компонент из SVD Decomposition вот этой матрицы, где я взял Y, я вычил ее из него F и Tau на W. Помним, что F и Tau, я предполагаю, что я их сейчас знаю. Таким образом, я получил L. Вот я его вычил. И теперь мне нужно, то есть я могу посчитать L, как только я это знаю. Теперь нужно посчитать F и Tau. Как их посчитать? Ну, смотрите, оказывается, что для того, чтобы посчитать, нужно решить вот такую задачу, где мы берем и минимизируем вот такую вот форму. то есть мы берем Y минус эту самую матрицу, минус Tau на W, а дальше мы считаем как бы размер этой матрицы. Но размер мы считаем таким хитрым способом. Вот когда мы считаем этот размер, мы, грубо говоря, игнорируем первый R компонент в SVD Decomposition. То есть мы используем только хвост этого SVD Decomposition для того, чтобы посчитать, эта матрица вообще большая или маленькая. Почему только хвост? Потому что первые R были убраны вот этой первой первым шагом. И вот этой оценки тоже ничего хорошего нет. В том смысле, что мы, опять, не умеем вот это решать аналитически ни разу. То есть нет closed form solution и нет какого-то метода, который гарантированно решит вот эту задачу. Она тоже не выпукла. то есть в лоб если пытаться решить, то ничего у нас не получится особо. В смысле, что, ну как не получится, мы можем написать на компьютере какой-то алгоритм, но хороших свойств они так сходу не будут, потому что это плохие задачи. То есть вот это мы просто умеем решать, а вот это уже мы как бы, ну, нет, не умеем, не знаем, как мы решим. Поэтому что происходит, то есть это в теории, да, то есть в теории мы могли бы так про это думать, да, и как бы почему это так про это думать интересно, ну, потому что смотрите, это на самом деле похоже, вот это финальная задача, которую мы должны решить, она на самом деле похожа на ту задачу, которую мы решали на прошлой лекции, да, помните, у нас там был OLS обычный, который и вот там тоже был Y-F-Tal на W, там как бы вот этот размер, эта матрица, эта матрица, которая здесь стоит, он считался очень просто, мы просто брали сумму квадратов элементов, а здесь мы считаем этот размер гораздо более хитрым образом, мы не берем сумму квадратов элементов, а мы берем, раскладываем эту матрицу в SVD decomposition, убираем первые R элементов и оставляем только последние там R последние там то, что осталось и считаем сумму квадратов круга того, что осталось. И это как бы сложный такой процесс, непонятно, как это минимизировать. Поэтому на практике как делают? На практике делают не так. На практике говорят, окей, давайте сначала, то есть, похоже, но не совсем-то. Окей, давайте зафиксируем альфа и т, лямбда т т т, тау. Взяли, зафиксировали, получили вот это число для каждого, посчитали L с помощью SVD. Так. Это мы умеем делать. Дальше взяли это L вычли из YIT, да, потому что у нас теперь есть. Вычли и решили, теперь нам нужно найти альфа и т, лямбда т т и т т, решили каким образом? Просто с помощью ОЛС, потому что мы взяли L вычли и получили как бы OLS-задачу и ее решили. Окей? У этой задачи как бы OLS-задачи мы умеем начать очень хорошо, мы просто взяли и решили. Потом получили новый F и Tau, вернулись к первому шагу, посчитали L с помощью SVD, вычли, посчитали F и Tau. И так как бы по кругу бегаем, пока к чему-то не сойдемся. Насколько я знаю, может быть я не прав, есть какие-то данные про это, но я их не знаю, про как бы общее, есть какие-то результаты, но про общее свойство такого алгоритма, насколько он точно сходится. Насколько я понимаю, он должен сходиться локально, но глобально не обязательно. Но на практике он работает вроде как неплохо, и есть способы его в каком смысле улучшить, то есть там есть способы, например, как правильно начать эту задачу, и которые вроде как позволяют на самом деле хорошо находить решение. И то есть в чем история? История в том, что вот есть такой алгоритм, который как бы не совсем straightforward, то есть не совсем понятно, как бы не совсем прям вот так очевидно, как его сделать, но на самом деле ничего сложного у него тоже нет, потому что нужно всего два шага, которые нужно между собой переключать, и эти два шага, они простые. Мы находим SVD, убираем, находим, считаем OLS, убираем, находим SVD, и так далее. И так по кругу. Основной параметр в этом всем — это R, это ранг этой самой матрицы L. какой ранг мы будем здесь зафиксировать, сколько компонент, грубо говоря, нам надо убрать. Это основная вещь, которую мы каким-то образом должны выбрать. И есть большая тетрадь про то, как ее выбирать, я, правда, говорить не буду. Что важно здесь? Важно то, что это напрямую обобщает наше старое, наше как бы то, что делают все, да, то есть это вот такое… Все делают вот это, без вот этой задачи, но без вот этой компоненты. То, что предлагается, это давайте обобщим это и будем делать то же самое, только вот с дополнительной компонентом. Ну, почему бы нет? Какая проблема? Мы когда-то решаем, ну, не очень понятно, что мы на самом деле делаем. То есть мы хотели понимать гораздо лучше, что мы делаем, когда мы минимизируем вот эту функцию, но она такая достаточно непрозрачная, не очень понятно, что происходит. Вторая проблема — это то, как выбирать ранг этой L, но про это есть большая литература. Третий момент — это когда это работает, вообще говоря. Есть ли какие статистические результаты про то, что такого рода алгоритм будет работать? Ну, есть результаты, которые говорят, что если мы реально решаем вот эту задачу, вот, вот прям вот такую надо, то и N, и I, одновременно N и T, они большого-большие, да, в том смысле, что они оба растут, то у нас будут нормальные свойства у оценок, ну, тоже при каких-то дополнительных еще предположениях. То есть ключевой аспект, один из ключевых аспектов — это то, что N и T, они должны быть большими. Ну, и как бы на самом деле понятно, если так подумать, что мы делаем, что это все сильно очень зависит от того, что Tau, оно одно и то же для всех. Почему? Ну, даже, знаете, представься, что мы решаем вот эту задачу, которую мы не совсем умеем, как решать, но все-таки мы ее вдруг начали вообще. Вот, мы здесь всегда вычитаем эту матрицу, чтобы найти разложение, да, и как бы то, что мы будем вычитать, это вот WIT умноженное на Tau. Это не будет какое-то умноженное на Tau IT, а потом мы будем считать и с виде это. И понятно, что если на самом деле treatment effects, они неоднородные, то, может быть, это не очень хорошая идея так делать, да, потому что мы найдем что-то не то. То есть нет каких-то гарантий, что такая процедура будет хорошо работать и даст нам что-то разумное, если на самом деле здесь не Tau стоит, а что-то более сложное, какое-то более сложное. Вот есть вот статьи совсем новые, которые говорят, что можно получить что-то разумное, если делать более аккуратно и совсем не так. но в целом, если вот решать вот такую штуку, то не получится, не обязательно получится. Вот, ну как бы и, окей, мы получили такую оценку, она достаточно сложная, выглядит как такое, какое-то непонятное зверь, мы что-то тут минимизируем, непонятно, как это работает. Ну давайте попробуем построить более понятную оценку, которая будет в каком смысле и работать хорошо и давать нам то, что нужно, но при этом вроде как она должна быть более интерпретирована. Для того, чтобы это сделать, мы возьмем наши данные Y и разделим их на две части, а именно на матрицу, в которую мы соберем, я называю Y-control, в которой мы соберем все данные проконтрольных наблюдений, то есть у него T столбцов и N0 строк, да, то есть там только данные проконтрольные наблюдения. И вторая матрица YB от before, в ней будут данные про все наблюдения, но только за первые, для всех, как бы, ну, как бы cross-section наблюдения, но только за первый T0 период, да, то есть это будет такая матрица, которая будет длинная, это будет такая матрица вот эта длинная, а это такая матрица, которая высокая, да, потому что в этой матрице мало строк, но много столбцов, а в этой матрице много строк и мало столбцов. И с каждой мы вычтем соответствующие fixed-эффекты то есть для этой матрицы то есть мы посчитаем среднее по столбцам и строкам этой матрицы вычтем их нормализуем чтобы правильно получилось и получим матрицы которых эти эффекты убраны дальше мы возьмем и посчитаем для этой матрицы посчитаем ее правые сингулярные вектор а для этой матрицы посчитаем левые я вижу вопрос я на него потом отвечу как как это то есть это выглядит очень абстрактно давайте более наглядно вот у нас есть эта матрица в которой мы убрали средние вот взяли здесь убрали видите в ней н 0 строк и т столбцов здесь н строк тест ноль столбцов мы взяли и разложили обе эти матрицы в сведи вот одно сведи вот второе сведи и дальше мы взяли из вот этого из этой матрицы из правых сингулярных матрицы правых сингулярных векторов мы взяли первые r колонок да и дальше из вот этой матрицы мы тоже взяли первые р колонки то есть отсюда первые р и отсюда первые эти р колонок они длины т каждая эти р колонок они длины н каждая то есть мы взяли составили такие штуки а дальше мы взяли прогнали следующую регрессию а именно мы взяли а и прогнали регрессию в которую валяйте берется прогоняется на 3 на эффекты альфа и ламда т дальше мы взяли а это дельта из крышкой это вот то что у нас не дает должен быть это извиняюсь здесь должно быть здесь неправильно написано здесь должно быть есть это и то а из крышкой это то что относится к вот этой матрицы да то есть она вот здесь вот написано и она умножается на что-то неизвестное здесь должно стоять это i без всякой крышки и должно умножаться на psi-т с крышкой то есть еще раз мы взяли выделили компоненту отсюда который относится к наблюдению cross-sectional dimension взяли компоненту отсюда который относится к tau-dimension и запихнули их в одну регрессию после того как мы это сделали мы посчитали вот такую такую регрессию и получили ответ ответ как то есть вот такая регрессия она эквивалентна вот следующей задачи с точки зрения балансирования что он происходит выбираем веса которые то есть юнит веса и там для наблюдений и для временных периодов они суммируются в ноль они балансируют вот эти самые это ай которые мы нашли вот отсюда они балансируют пси-т которые мы нашли вот отсюда и также они суммируются в единичку для соответствующих для соответствующих наблюдений и вот с этими весами мы можем получить как бы наш это вот это вот такая вот регрессия в чем идея идея в том что мы делаем все то же самое что мы делали вот здесь но только вот это это ай и п сети мы находим как бы по данным которые никак не затрагивают контрольные как никак не затрагивают 3-то тюнинс в 3-то тюнис то есть это такая процедура которая так вот сделано и понятно что если я сюда добавлю ограничения что мои веса должны быть не отрицательны нужны мне периоды то что мы до этого всегда то я как бы получил оценку которая будет давать невзвешенная средняя treatment effects то есть как бы эту проблему я решу у нас мало времени поэтому не будут дискуссии вдаваться я просто скажу что мы можем сделать то же самое продукт прогнать ту же самую симуляцию что и до этого и добавить не вот эту оценку то есть что я делаю в этой симуляции я ту же симуляцию это которая вот здесь у нас было 25 штатов 8 периодов и так далее то есть я что делаю я беру из как говорю хороший вопрос сейчас я отвечу я беру и говорю окей давайте возьмем ранг мы не знаем ранг то есть для того чтобы это прогнать нам нужно понять сколько вот здесь выбирать элемент сколько нам вот отсюда надо взять главных столбцов и сколько отсюда взять столбцов я говорю на самом деле правильный ранг 2 да ну я говорю ну давайте возьмем 4 в принципе почему бы нельзя то есть беру 4 этих штуки за среди запихиваю их сюда и прогоняю регрессию вот и смотрю на ответ и сравниваю это с теми самыми ситуациями которые у нас были до этого двумя оценками то есть у нас была different оценка оценка с которой мы сегодня начали в которой были юнит веса такие же как обычно а time веса они были вот модные найдены с помощью какой-то задачи и вот такую вот оценку которую я назвал alternative interactive fixed effects ну что мы видим что на самом деле работает этот alternative interactive fixed effects достаточно хорошо лучше даже чем наши оценки из предыдущего ну кроме того случая когда а когда diff и diff это самое лучшее что мы можем сделать да то есть когда нет никаких interactive fixed effects тогда такой способ он увидит у него очень большая оценка но в остальных способами в случаях он придется примерно так же как наша первая то есть чуть-чуть лучше но не сильно лучше окей вот значит как раз успел на этом заканчиваем давайте я быстро отвечу на вопрос на простой вопрос каком пакете эту модель можно реализовать ну я уверен я не знаю но я уверен что вот это вот это зашито в ар и наверняка есть ар пакет который это делает то есть в принципе ничего сложного в том чтобы написать вот такую теративную процедуру самому нет я уверен что есть реализация которая это делает что касается вот этой оценки то я не знаю я уверен что кто-то я уже анализировал я просто не знаю то есть для меня просто такой достаточно интуитивный выглядит поэтому я здесь написана и и кстати функцию которую имплементировать как бы достаточно тривиально потому что вот это делается там два разложения и очень сложно окей дальше оля спрашивает что делать на малых выборках регион россии 80 за несколько меньше чем 10 лет значит что же делать и как бы нужно ли делать фикс т-факс или можно сделать что-то более 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 мощное но как бы ответ такой малые выборки как бы тут важная роль это как бы как выглядит ваша матрица то есть данном случае мало это оказывается что 80 наблюдений но за не очень большое количество лет такая длинная высокая матрица но для таких матриц как бы это в этой вот если как может не обначил 100 way fixed effects а дальше на самом деле вот оценка такого типа то есть вот это здесь вот как раз предположение что у нас не так много периодов и но при этом есть то есть не так много периодов достаточно больше достаточно большое количество наблюдений как бы сите выбор между всеми этими оценками он обусловливается не сколько у вас данных да потому что как бы у вас не было данных значит сделать да оно и темно какие у вас как как выглядит это ваш матрица надо бороться как выбирать из этих оценок но вот этому вам ожидать в следующих лекциях а именно как вот мы сме хочется вот уже на данные монтаж то есть прощая 1 у нас было более менее там только дефан диф от different covariates, но игнорируя covariates, у нас была different-dif оценка. Вот сегодня у нас добавились еще две оценки, которые другие. В следующий нас добавится, в следующем случае у нас добавятся, в следующей лекции добавятся другие еще оценки поверх этого всего. Можно привести пример, где более успешно использовать эту модель сравнений, например, different-dif. Ответ — да, в следующий, ну, во-первых, как бы вот на этих данных, то есть вот эти данные, это какие-то данные которые используются в симуляциях, многие люди, а уже эта модель работает лучше для такой странной немножко симуляции, то есть это немножко такой придуманный пример, но она уже здесь работает лучше. Более как бы конкретный пример, прям уже прям приложение — это будет в следующий раз, когда у нас будет synthetic control. Сynthetic control — это в каком-то смысле очень похожая процедура на вот это. И мы будем, я как бы там, мы увидим, что действительно лучше делать это, чем different-dif. То есть проверить ее корректность, можно ли получить это проверить. Но вот это мы будем сожидать в следующей, на следующей неделе. ответ такой — проверить ничего нельзя в том смысле, в каком смысле, что есть фундаментально некоторые предположения, которые за этим всем сидит. Ну, можно о нем думать как о том, что вот эта модель верна, да, вот это вот. Можно о нем думать немножко по-другому, мы это будем обсуждать в одной из лекций, но как бы есть, всегда есть какой-то untestable, то есть то, что нельзя никак протестировать, это то, что можно только верить. Мы про это поговорим, но это не значит, что нельзя как бы сделать какую-то диагностику, а именно понять, хорошая ли эта модель или плохая, или как выбирать между разными моделями. Как выбирать, мы как бы это обсудим. То есть как вот из этого большого количества уже оценок, которые мы получили, как понять, какая хорошо на самом деле работает, это мы обсудим. Окей. Так, еще вопросы? Вопросов больше нет. Видимо. Ну хорошо, раз нет, так нет. Тогда можно останавливать это все дело и заканчивать запись. Это была одна. Спасибо.